Ветераны-долгожители, которые в 100, 90 и 80 лет, несмотря на свой преклонный возраст, творят благо. Создают высокие образцы своей деятельности. Занимаются с детьми, строят храмы, делают что-то новое, хорошее и светлое. Обо всем этом и не только повествуется в книге «Слава и достижения» Раменского городского округа. 24 сентября в ДК Варовского состоялась презентация девятого тома книги. Приветствую, Степан, у вас, потому что вы еще при входе сказали, что вы очень сильно переживаете. Как же можно не переживать за свое детище, которое потребовало столько сил, энергии для того, чтобы состояться, для того, чтобы представить правдивый труд, который будет потом оценен потомками. Вообще человеческая жизнь – это череда мгновения, сохранившихся в памяти. К сожалению, у нас страниц немножко меньше, но от этого книга не стала хуже, потому что, повторяю, что очень сильно усилен исторический блок. Мы впервые рассказали в этом году о Федоре Михайловиче Дмитриеве, нашим раменском князе-болгоруком, который в 27 лет стал первым русским директором фабрики, а в 35 уже был возведен почетное гражданство. Этот мальчик из простой, обычной семьи. Наша раменская фабрика занимала ведущие позиции в мире. Впервые в книге авторы сделали большой исторический блок. Рассказали о нашем земляке Петре Яркове, руководителе хора «Крестьян» Бронецкого уезда. В годы Великой Отечественной войны он дал 400 концертов. Большой материал посвящен Михаилу Леонтьевичу Михалевичу, чьим именем названа улица города. Акцент делаем на его человечности, на его простоте в общении, на его приветливости, на то, что он жил, сгорая, даря другим свое сердце, свою жизнь. И вот таких примеров в книге, конечно, много. На мой взгляд, книга имеет мощный, созидательный и воспитательный смысл. Когда в регионе много людей, краеведов, историков, которые коллекционируют судьбы людей, его духовный потенциал возрастает многократно. Книга «Слава и достижения» Раменского городского округа служит тому подтверждением. Над созданием книги трудились 85 человек. Это обычные люди, дети и журналисты. Запомниться тем, что появилась новая тема о художниках, о Софинской школе, о людях, которые сделали музей единственный в Подмосковье. Музей, куда можно прийти всегда, постоянно действующий с картинами, с великолепными вещами. Вот все бы туда приходили, было бы здорово. В нашей школе существует научное общество «Феникс», в котором мы пишем множество проектов. Мы очень рады, что некоторые проекты опубликованы именно в этой книге. Нам очень ценно и лестно внимание к нам, к нашим работам. И это большая честь, четвертый год уже подниматься на эту сцену для нашей сельской маленькой школы. И мы хотим выразить благодарность всем. Спасибо. Одним из авторов книги является Наталья Ивановна Кашаева, которая в этом выпуске делала серию статей об акционерном обществе ИТТ. Мне очень понравилось с ней работать. Она очень приятный, милый человек. То есть беседа прошла у нас на предприятии. Мы, соответственно, провели очень большую плодотворную работу. Мы затронули все стороны. Не только именно рабочий процесс, но также и личную жизнь, семью и так далее. После этого был написан большой текст, большой объем, помещено много фотографий. И это все также с ней выредактировалось. Герои очерков, которые пришли на праздник, поделились своими впечатлениями о сотрудничестве с главным идейным вдохновителем издания Ириной Степановной Дмитренко. Редактору и автору этой книги я хотел пожелать счастья, благополучия семейного, ну и больших успехов в их творческой деятельности. По традиции, экземпляры книг подарены во все школы и библиотеки Раменского округа. Забегая вперед, Ирина Степановна поделилась секретами 10-го юбилейного выпуска издания. Сделать доминанту на наших врачах талантливых, замечательных, которые, несмотря на жуткие условия, шли, делали, помогали, спасали. Таких людей у нас очень много, и мы обязательно это книги отразим. Игорь Чернышев, Алена Иванова для программ «Городские вести».